Вот эта дорожная карта, она больше писана под вас, чем под чиновничьей процедуры. Если конкретные вопросы у вас возникают, вы задавайте. Я вам по процедуре прокомментирую, да? Ну, в частности, вот этот конкурс, который будет в апреле проходить, как вы сказали. В каком состоянии должен быть проект, должен ли он проходить госэкспертизу до... Ответ утвердительный. Ну, а если госэкспертизу, то, например, я написал, что седьмой год она проходит, как вы можете... Несколько месяцев по-разному. Ну, значит, в следующем году, потому что в этом году реально... Вот надо, с фатетикой, в реальном глаза. У нас март-апрель, ну, два месяца. То есть, если разработать вам ПСД, даже если вы ПСД разработаете, ну... Месяц минимум точно придется на экспертизу потратить. Если у вас простые проектные решения, только короткие, только сети, то пытаться можно. Ну, во имя, очень много. Ну, учитывая объем финансирования, который предполагается, и структура, как обычно происходит в проектировании, насколько вы знаете, что, допустим, 10% закладывает от стоимости общего объема финансирования. Ни одна частная компания, в том числе и Газпром, не потянет сумму проектирования. И что вы говорите? Дальше, дальнейшее. Без госреальной поддержки. Если бы можно, вы рассказали о механизме получения субсидий на разработку вот этой документации. Вот это интересно было в обмен. Вы знаете, по моим сведениям, субсидий на разработку ПСД я давно не видел. Это были уникальные какие-то вещи. По той простой причине, что здесь основной эффект – это от субсидий на строительство объектов, которые станут вашей собственностью. Это значит, что государство рассуждает, ну, можно спорить, конечно, право оно не право, но оно считает, что с проектной документацией вы уже должны прийти. То есть вы должны знать, что вы собираетесь строить за счет бюджетных денег. Понятно, что если бы вы строили под себя, без привлечения государственного финансирования, вы бы этот эксперимент не проводили. Вам было бы достаточно авторского, проектного, может быть, надзора, да, за строителями и все. Но это требование получения госфинансов на сумму, заметьте, 250 плюс региональные, 250 в год, а может быть, две очереди. Ради 500 миллионов потратить десятку на госэкспертизу. Коллеги из других парков, они для себя, ну, как бы, выбор уже сделанных, очевидно. Они вкладываются, рискуют, да. Да, я хотел бы дополнить, вот с точки зрения бизнеса, я как менеджер проекта являлся, ну, небольшим, до 10 миллионов евро в проектах модернизации предприятий промышленных. Суть работы с проектантом бизнеса именно в том и заключается, как мы договариваемся с ним, условно говоря, да. То есть мои проектанты никогда не входили на финансирование больше 30%. Не получали финансирование, да, отлагательного условия оплаты. Просто, сколько вы, как вы будете работать с проектантами, насколько проект, тут еще большой вопрос, насколько он вам активирован, потому что я понял, что вот есть потенциальные инвесторы, у него есть цех металлоконструкций. Если есть цех металлоконструкций, вероятно, есть какие-то люди, которые проектируют и сидят под СРО и всеми остальными историями. И тут вопрос того, насколько вы входите своими деньгами в стадию проектирования, ну, я бы, как бизнесмен, я бы, ну, больше 30% точно бы не входил. А зачем? Это бумага, она вот все терпит, не та стадия, куда стоит. Разумно. Более того, я скажу, мы, когда защищаем вот эти проекты, защищаются они, как правило, двумя лицами. Ну, например, мы защищаем маркетинговый финансово-экономический, проектировщики защищают свои архитектуры и планировочные решения. Как минимум, одну часть оплаты надо привязать проектировщику после защиты Минека. Ну, к примеру, по бизнесу могу сказать, прибыль проектировщика можно оставить на защиту, чтобы он рисковал вместе, как бы, да. То есть, понятно, что его сотрудники должны получить за работу, и, например, ну, скажем, 80% стоимости работы условно проектировщик должен получить к тому моменту, когда прошел госэкспертизу. Его профессиональная компетенция в госэкспертизе подтверждена, к нему вопросов нет. То есть, он все доработки, как бы, сделал, а вот, например, какие-то оставшиеся можно оставить на конкурсном экономном развитии. Это действительно договорный процесс, многие проектные организации на это идут. Попробуйте, да, потому что действительно авансирование, какие-то этапы оплаты. Здесь, как с поставкой оборудования, предзаказ, аванс, с момента изготовления оборудования, второй аванс, с момента готовности к отгрузке, с момента прихода оборудования, третий аванс, к моменту пуска наладки и шеф-монтажа, четвертый, и какой-то период на эксплуатацию. Ну, то есть, что оборудование не встало после того, как уехали наладчики, да, ну, гарантийные какие-то вещи. Совершенно соглашусь с коллегами, договорный процесс действительно. Потому что с проектировщиками, которые хочу 100% или там 50 на 50, а 50, когда будет готово, экспертиза не моя, вы с таким просто не работаете. Он должен нести ответственность за экспертизу в любом случае. Там начинается эта стадия, что нормы изменились, смотрите, новый Кикассо вышел, новое письмо от Ростехнадзора, а мы этого не знали. Это уже некомпетентность. Давай, мы, когда все будут, мы сдадим экспертизу, да, все контрольные органы подпишутся, и тогда мы с вами расплачиваемся. У нас нет особого вопроса, как сказать, денежной составляющей, именно на стадии разработки проекта. В этом нет вопросов. То есть проект будет, который просто... Тогда вопрос в сроках. В сроках и, в частности, вот этот конкурс, о котором, ну, нам сказали, когда он будет платить, сколько есть гривен. Давайте сразу тогда отвечу. Смотрите, если вы по каким-то причинам успеваете на подачу полного пакета документов, включая экспертизу за ПСД, почему ли на них акцентирование, внимание, это самое трудоемкое, долгое и дорогое, да, вот в этом процессе. Если вы успеваете до, и, допустим, к концу июня это подготовить и подать, то тогда ваш цикл стройки – это 2022 год. Наверное, где-то с апреля начнутся бюджетные процедуры по раскорсировке. Вы должны обеспечить опережающее финансирование, там, ну, скажем, условно скажем, на полгода, и потом вам будут приходить уже бюджетные субсидии из региона, которые уже получат свою федеральную часть. Если по каким-то причинам вы не успеваете на этот конкурс, да, тогда у вас этот оставшийся год и до следующего, допустим, апреля является годом подготовки, бюджетный год, год конкурса для вас 22-й, а год стройки для вас 23-й. Вот я когда говорил про недостатки вот этого процесса, это длительность его, размах вот такой, ну, это бюджетные деньги. То есть в этом году, до конца июня, получается, время есть? Да, время есть. Вы можете на предварительную что-то подать, эксперты получите какой-то набор замечаний, но самое главное, на конкурсную комиссию подать полный пакет. Потому что если вы напишите письмо с отлагательными условиями, обязуясь через месяц представить экспертизу, вы просто попадете вниз в баню системы, потому что отсутствие ПСД зануляет все критерии, там вот серенькая, как бы, зона, да, который в раскрашенном списке. Вот, поэтому туда надо вовсе оружие, и, в принципе, ну старайтесь, я не знаю ваших проектных решений, стадии готовности. А на данный момент у нас в республике есть уже потенциальные, скажем так, конкурсанты? Ну вот, коллеги, которые ушли... Одни, видимо, ушли готовиться уже, потенциальные конкурсанты послушали, все что... Ну, то есть, у них уже стадия... Стадия тоже такая, достаточно непроработанная еще, но у них, что положительное, частный инвестор, в принципе, уже вложил порядка более 100 миллионов рублей в этот проект, в принципе, у него там высокая стадия готовности уже и помещения, у него там и гостиница, и один корпус построен, там... в первую очередь, скажем так, в первую очередь, и складские помещения, и артиматорная подстанция, и оборудование куплено, в общем-то, высокая стадия готовности. Ну, то есть, в ходе в числе, в 21-м году, как бы, конкретно вот эти люди будут, скорее всего... Не факт, могут тоже не пойти, по критериям... Тут, на самом деле, понимаете? Может, никто не пройдет. Я, извините, вклинусь, потому что, когда вот смотрят с высоты ключевого полета, то зачастую не видно вот этой вот мелочи всей, да? Потому что, когда я... Ну, когда ты вот... Вот я руковожу проектом, и вот у меня стейкхолдер-заказчик, он мне говорит, ну... И когда ему начинают рассказывать, вот год мы проектируем, год проходим экспертизу, а так не работает, ни анализинговая так не подписывает никакие бизнес-модели, соответственно, тут очень много такого, в чем вам, возможно, придется поговоряться именно в процессе проектирования экспертизы. Возможно, где-то с проектантом разговариваю, у него есть некие шаблоны, я вот здесь вот прочерчиваю. У меня было такое, что мне рисовали квадратик, а можно как квадратик вместо газовоспределительного узора нарисовать? Можно. Я говорю, а можно карту замерную ему согласовать? Можно. А экспертизу пройдем? Можно. А они собирались мне полностью идут в распределительный узел проектировать? А зачем? И вот эти вопросы, они как бы критерии подходят... То есть вот эта мелочь, она как бы очень много дает, скажем так, песка в этом механизме. Поэтому тут придется разбираться именно с тем, что вы выдаете на экспертизу. Если про коллег говорить, исходя из того, что я просто услышал, все тоже непросто. Я так понимаю, речь там идет о строительстве очередной очереди, а выделить очередь с проекта, проект достаточно сложно. То есть надо вот прям вот лаконично вот это все. И вот здесь я слайдик тоже покажу. То есть если, смотря на что они будут заявляться, сколько они денег попросят, теоретически, я так понимаю, можно и два проекта рассмотреть, и один из них, и не одного. Единственное, что деньги, на самом деле, которые там выделены, за них еще надо бороться, победить, иначе именно финны спокойно перенесут. Те вещи, которые мы можем получить в идеале в 2022 году, но не факт, что мы их получим. Они железобетонные, незаписанные за Республикой Марион. Это понятно. Не мы без вас ничего не сделаем, не вы без нас ничего не сделаете. Здесь такое обоюдное... И в этом вопрос плотного взаимодействия таким образом, чтобы... Все правильно, поэтому мы сюда вас не пригласили. Вот у меня такой очень вопрос. Какой временной лак нужно закладывать? Вот там диаграмма Ганта все нарисована, замечательно. По вашему опыту, по вашей практике, какой лак закладывать на непредвиденные какие-то обстоятельства? Непредвиденные обстоятельства? Процентов, скажем, времени. Ну, смотря в какой стадии проекты, непредвиденные обстоятельства в экспертизе, ну, плюс-минус месяц, например, да, каких-то управляемых нами процессов, это и считывайте неделями. Там, я не знаю, стихнарями по каким-то подключениям или чего-то, ну, вдруг какой-то форс-мажор. К примеру, да, все рассчитывали на заключение гидрологии N-7 лет там назад, а потом вдруг выяснилось, что полстые воды ушли. И что с этим делать абсолютно непонятно, надо перепроектировать водозабор, например, да. По проектным техническим решениям, я думаю, как урегулировать форс-мажор вообще здесь очень сложно ответить. Смотря, ну, как бы, какая проблема. Но все равно, как правило, показывает практику, что нужно хоть запас за дел. Я, знаете, я вот красненьким когда там рисовал, да, где там, ну, вон, так, что у нас самое страшное-то было. Там Минэк может задержать конкурс там на пять недель, к примеру, да. Прям перекреститься, мне кажется, можно, потому что мы за счет этого влага убираем свои решения. Ну, да, ну, да. Госэкспертиза добавил месяц красненького на непредвиденное. Вот, кстати говоря, вот очень поддерживаю то, что сказал коллега. Надо, чтобы проектировщик защищал проектные свои и архитектурные решения в дух, в экспертизе сперва, а потом в Минэке. Потому что в Минэке дадут деньги, не дадут бороться там, как бы... Нет, проект будет сначала, грубо говоря, подан в Минэконом развитие, чтобы с ними... Нет, проект сперва будет подан на экспертизу, в Минэконом развитие. Я имею в виду негласное взаимодействие, мы же не просто с неба будем, да, это понятно. А, понятно. Взаимодействие с региональными властями, разумеется, предусматривает. Но, в принципе, здесь идет взаимодействие прямое с федеральными властями и организациями. Без поддержки Минэконом развития регионального, я уверен, что мало есть шансов, чтобы получить... Без поддержки регионального вообще нет никаких шансов. Они свои 5 миллионов должны добавить из бюджета. Ну, в смысле, свой кусочек программы. Свои 2 процента, да. Мы остановились, так, только что помнил, на чем мы остановились. А, и к тому моменту, когда Минэконом развитие будет подписывать соглашение с регионом на субсидирование, которое потом в виде субсидии пойдет частному заявителю, управляющей компанией или девелоперу, да. Ну, допустим, это апрель 2022 года. Парк должен быть в реестре индустриальных парков. Вот реестр индустриальных парков мы закладывали очень длительную процедуру. Да, вот он нижний с конца, самый длинный, зелено-красный. Это опыт процедуры аккредитации примен-проме. Я... Так, у меня это какая? Презентация третья, да. Они сокращают, конечно, свой регламентный срок. У нас там есть в одной презентации обязательства Хаценко, что он с двух месяцев процедуру сократит до месяца, и там с 23 до 18. Но вот, по крайней мере, это по Гринфилд-паркам, которые... Это 20 долларов, да? Нет, это вообще за всю историю. Это вообще за всю историю. В одном случае даже документы потеряли, ну, не знаю, там, форс-мажор или какая-то реорганизация там была. Вот. На первый парк мы напоролись по маленькому районному парку на производительность труда. Потом, слава богу, этот показатель убрали. А то, получается, маленькое полимерное производство должно было демонстрировать показатель, как нижний кавст-нефтехимов по производству полимерной продукции. Ну, слава богу, одумались и как бы убрали, да? Так, значит, ну, ладно, с терминологией тут все понятно. Я думаю, коллеги знают, что теперь вот это будет и акселерация субъектов, и обеспечение льготного доступа. Когда будут искать свое место в этой программе, они называются вот примерно вот этими словами, да? Так, про это говорили. Статьи затраты, я говорю, очень хорошие, давно таких не было. Тут и мебель, извините, и программное обеспечение, и электронная усилительная техника. Требования к технопаркам промышленным, а не пониже, чем к индустриальным паркам, типа Браунфилд, но же с обороной и коллективным пользованием. В принципе, иногда, ну, близнецы, просто можно соответствовать более низким требованиям, но или РЦИ, или Центр инжиниринга, сертификации, лабораторию, что-нибудь на территории парка обязательно имейте, иначе скажут, извините, вы не соответствуете критериям технопарка, это у вас обычный промышленный парк без инженерии, без неокров, без всего. Так, частные инвестиции, вот, кстати, момент еще вам как раз, коллеги, частные заявители очень иногда напаруются, задают вопрос, когда надо вложить деньги, вкладывать заранее, вот те самые внебюджетные средства, которые минимум 20%, они начинают считаться вложенными с момента подачи заявки. То, что потратили раньше, вам скажут спасибо, молодцы, баллов добавят, но в 20% они не входят, вот имейте тоже в виду вот этот момент, да. Подтвержденные внебюджетные инвестиции, подтвержденные документами, там, накладными договорами, оплатами, да, это тоже плюсы в баллы, да, но учитывается, где 20% не входит. Очередность тоже на всякий случай рассмотрите, иногда полезные вещи, если парк гигант... Я сразу еще вопрос, судя, опять же, по концепции нашей беседы, вы, большинство всего, рассматриваете, так сказать, только Браунфилд. Если идти по типу Гринфилда, то шансы вообще, ну, исходя из этих барок, о которых вы говорите, нет преимущества. Вы про это, про приоритеты? Ну, да. Вы знаете, в равной степени они участвуют, все зависит от того, какие показатели резидентов они покажут. Я не берусь сравнивать технические решения, реконструкцию существующих помещений, строительство нового в поле, да, здесь в разную сторону как бы идут. Я могу сразу сказать, что вы меньше рискуете, потому что обычно, когда в Браунфилд идут, у инвестора есть куча иллюзий на тему того, что я просто вот здесь вот... Да, что-то там, косметику какую-то сделаю. Да, вот вы просто вообще не рассматриваете. Ну, понятно, понятно. Это возможно... Меня просто больше интересует тогда балловая система, вот вы говорите про балловые... В балловой системе ограничений не по преимуществу ни у Браунфилда, нет, абсолютно. Балловая система единая здесь. Вопрос в том, что когда говорят о реконструкции, чаще всего говорят о какой-то очереди. Гринфилд, например, ну, с нуля, да? Нет, ну, я тут еще подразумеваю, что уже существуют на участке какие-то коммуникации, уже какая-то степень готовности есть. То есть вот как вот у товарищей, которые сидели, вот вы говорите, у них уже определенные стадии строительства прошли, у них есть уже введенную в эксплуатацию здания, то есть у них уже, ну, достаточно серьезно, которые могут... Я так отвечу. Конечно, интуитивно-психологически доверие к праву, которое будет больше, да? Конечно, кто больше денег, конечно, у них доверия больше. Но я имею в виду, что именно с бюрократичной точки зрения вот этой балловой системе у них будет больше шансов. Нет, нет. Все зависит от амбиций, заложенных в финансовые показатели, да? У нас от проекта зависит как раз все. А они все заложены, они сопоставимы с заложенными деньгами. Конечно, те, кто... Зависит от проекта, от его финансово-экономических показателей. Коллеги, у нас в субъекте нет ни технопарков, нет ни индустриальных парков. Вы идете по индустриальным паркам. Может получиться так, что ваши в группе заявки пройдут и вы в России скажете, ребят, вот если они деньгами отправляют, дадим им еще на индустриальный парк. Вот по линии Минека, допустим, вы не подаете заявку, условно говоря, или не попадаете, условно говоря, не попадаете. А вторые идут, например, по линии Минпромторга. Тоже вариант. Пока, пока, по крайней мере, идет две линейки. Две линейки, ходят разговоры об объединении на одном из ВКС, который появился в Минпромторг, они этот вопрос поднимали, но пока никаких документов и даже проектов документов по данному направлению мы не видели. Ну, проекты были июльские прошлого года, но после них уже было. Просто одна процедура на настоящий момент отработанная, понятная, с бюджетом, вторая находится в стадии согласования нормативных документов. Я как человек бизнеса, я пока не увижу принятый документ, я не верю, да, что он... Ну, это я, в начале, что я сказал, да, о нашем мероприятии, что Минпромторг готов поддерживать именно наш регион, как один из десяти, в котором, в том числе, и нет каких-то элементов инфраструктуры, поэтому я думаю, что шансы у нас очень высокие. Могу сказать, как принимавший непосредственное участие в защите победы 12 индустриальных парков типа Гринфилл, это вообще понятная была бизнес-модель, потому что объектов под реконструкцию на тот момент находилось мало. И, правильно Сергей говорит, иллюзии у собственника иногда о том, что можно косметикой обойтись, а шурфы показывают, что несущие способности сдали через пять лет, извините, нельзя. Это уже ветхий фонд, например, надо сдавать. Поэтому Гринфилду, с точки, если найдены будут экономические решения, то есть не за 15 километров электрику, извиняюсь, тащить, да, Гринфилду, эта тема, кстати, Минеку, очень понятная. Они финансируют с 2009 как госкапперы Гринфилда и особые экономические зоны. И, в принципе, с появления национального проекта изменилось только непосредственное участие частного капитала. Все остальное, Минеку привык к Гринфилду, кстати говоря, вот по этому. Поэтому я думаю, что здесь шансы нормальные, равные, неравные, ну, надо больную систему смотреть, вот именно по показателям. У нас был один, знаете, момент. Я говорю о том, что как-то мы тут конкурируем, или еще что-то кто-то хуже, кто-то лучше. Мне просто интересно одно, вот эта вот понятная ситуация, которая складывается на сегодняшний день. То есть, грубо говоря, есть вот 250 миллиардов, которые могут выделить из публики. И есть только это времени. Если, грубо говоря, эти деньги нужно освоить до 22-го года, точнее, не освоить, а пройти все процедуры до 22-го года. То есть, грубо говоря, я уже у себя в голове думаю о том, что вот у меня есть, как вы сказали, до июня 21-го года время, чтобы сделать там хороший, грамотный проект и дальше уже пойти на конкурс. Либо если мы там, например, в этом году уже не успеваем, ну, объективно, не успеваем, то в следующем году у нас там... Мы успеем все 22-й на 23-й. Хорошо, но опять же, вот эти вот 250 миллиардов, если... Ой, ну, простите, но лучше миллиарды было. Если было миллиардов, мы вообще не видели бы предмета спорта. Я имею в виду, что если, грубо говоря, вот в этом году кто-то уже от нашей республики побеждает, там кто-то там забирает деньги, то есть смысл тут дальше? Можно я как отвечу? Во-первых, деньги за республику не зарезервированы, нет никаких гарантий. Ну, мы будем тоже говорить честно о том, что, как уже сказали, в республике нету на данный момент никаких успешных проектов в этой теме. И в любом случае есть определенное преимущество со стороны федералов. Совершенно верно. Поэтому вами дорожат. Более того, может так получиться, что ни один из, как это, фаворитов других регионов не сможет взять субсидию 22-го года. И деньги тогда будут в общем кофле. Да, потому что такие практики были. Во-первых, допустим, даже всем дали по 250, например. Кому-то 250 ведь не нужно, например. Может быть, вот этим коллегам нужно 100. 150 остается, и у вас 250, например. Итого получается вот некая другая сумма. Есть практика такая, что регионы перераспределяли, да, они использованы деньги. То есть какие-то лимиты выделить, там, допустим, 5 миллиардов, условно говоря. И далее мы эти деньги, кто-то не выбирает, допустим, мы не жаряемся в этом году. Эти 250 миллионов просто на следующий год передадут к другому региону. Такой вариант тоже может быть. То есть это не догма, это не константа, это такая живая цифра, в принципе, которую мы сейчас можем получим по документации. Ну да. Врачи каждого федерального органа использовать, расходят все лики, которые идут. Вот я об этом и говорю, что если, например, в этом году 250 есть, то в следующем году-то будут эти 250? А может, будут 500? Кто знает. Наша задача в этом направлении работать. Коллеги, я извиняюсь еще раз повторно, я откладываюсь на другое мероприятие. Коллеги остаются, Алексей Юрьевич и Стоянцы, начальник отдела. Спасибо. Спасибо вам большое за участие. Надеюсь, будет полезно и втачивание для муниципалитетов, развития муниципалитетов и для потенциальных инвесторов. Я убегаю, но коллеги с вами еще работают и, в принципе, потом консультации это все произойдет. Спасибо. Еще так, может быть, добавлю, если сейчас, давайте отложим на завтра то, что можно сделать сегодня, 22-й год, может быть такой годом драки собаки, что называется, когда там все подготовятся, надо, конкурсы, я имею в виду, естественно, надо приложить усилия, я думаю, что низкой степени готовность сейчас у всех регионов, потому что некоторое время находились просто в ауте и потом вдруг в розе погнали. На мой взгляд, заниматься проектом надо минимум месяцев за 7, а лучше за 15, там точно все успеешь. И сейчас вот эта гонка у многих показывает, что что-то там спохватывается. Немногие в этом году, по-моему, ощущения, смогут вообще выдать что-то серьезное. Я поэтому задаю вопрос, чтобы примерно представлять и понимать, есть на что надеяться, как бы или нет. Если, например, в этом году есть вот эта сумма, и у нас от республики, например, никто не пойдет на этот конкурс. Это я примерно сказал. Если от нашей республики уже кто-то в этом году пойдет и заберет, например, то... Значит, надо тактику на следующий год. Никто фактически вам сказать не может. Конечно, не может. Это же все так. Вы правильно, конечно, думаете. Мы в 2013 году пошли в конкурс с двумя маленькими поселковыми Гринфилдами и напоролись на одну простую вещь. У нас в Кемграде кипастер выбрал весь бюджет. Мы уехали с опытом, но мы поняли, что надо пропускать один год, когда идут крупники с заведомо высоким показателем. Мы в следующем году взяли. На самом деле, иметь вот этот опыт, он же тоже стоит денег в итоге. И вот, ну, как бы, если бизнесовую какую-то такую логику применить, то я всегда иду с логикой наломать дров как можно раньше. Раньше наломал дров, они дешевле. Вот, обходятся. Потому что, если вы пойдете ломать дрова уже, ну, как полпин, да, как в Охере говорят, ну, такое себе. Вот, если вы сейчас можете небольшими затратами попытаться собрать все ошибки, мне кажется, это нормальная история. Хороший совет, да. Заявиться с чем-то. Мы в 2013 году поехали, не зная ответ на главный вопрос. Нам деньги дадут в качестве компенсации или вперед. Представляете, до такой даже степени было непонимание, да. Там мы узнали, что, какие правила игры. Получили вообще неоценимый опыт, и мы подготовились уже за все оружие, и уже горняк пошел в 2014 году, извиняюсь за слэм, да. Так, наверное, надо немножко времени хотя бы второй презентации уделить, да, по Минпромторгу. Минековская, это в основном все выжимки из, и, конечно, можно комментировать, но я думаю, что это тема несколькодневного, как бы, такого подготовительного. Будьте добры, презентацию нужно поставить по-моему. Хотя бы по ней мы немножечко пробежимся. Продолжение следует...